Ты же понимаешь, что сейчас будет, будешь минус? Да. С дробовичком? Ты играешь с дробовичком? Вот такой. Игорь! Какой я тебе, Игорь? Ты меня не знаешь. Откуда знаешь, что я, Игорь? Хей, йоу, друзья! Игорь Гуд на связи. Прямое включение. Захожу я с удоверечка проверить сообщение ВКонтакте и вижу такое. Отец Counter-Strike, помоги. У меня украли Попот. Какой-то пацан в школе украл и сказал, отдаст, если вынесет его в КС 1.6. Он КСер. Какой-то КСер украл Попыт у моего подписчика? Ну все, Отец Counter-Strike разберется. В режиме Отец Counter-Strike я нашел ДС этого паренька. Давайте ему позвоним. Попытер, да, значит? Попыт у пацана украл новый. Алло. Алло. Да, это ты Попыт у пацана украл? Да, я. Вот скажи мне, это твоя игрушка, а? Зачем ты ее забрал? Было ваше, стало наше. В наше время так не позволено делать, понимаешь? Если эта игрушка чужая, она не может принадлежать тебе. Да я сквиш. Какой нахрен сквиш. В общем, вернуть нужно игрушечку, пацану. Я же ее затрейдил. На что ты ее затрейдил? На леща. На какого леща еще? Ну подзатыльник такой. А, то есть ты еще и на сильную игрушку отобрал, да? Да, я же КСер. В общем, смотри, давай так. Мы с тобой сыграем в КСочку один на один. Если я тебя побеждаю, ты Попыт отдаешь пацану. Ладно. То есть не обманешь, да? Да. Ну давай, понеслась. Задача была не из легких. Я должен был отстоять честь нашего подписчика, нашего воина. Поэтому я решил сразиться с ним в честном бою. Дабы забрать Попыт. Смотри, значит, Са. Сейчас у нас разминка идет. После разминки мы играем до десяти. Кто побеждает, того и Попыт. А ты добавишь? Смотри, я даю фантик от конфеты. Ладно, договоритесь. Смотря кто победит. Ну что, вдруг ты меня сможешь победить? Я честный человек, поэтому я оставлю тебе этот Попыт. Так, в общем, можешь покупать любое оружие, неважно. Деремся по всем параметрам. Просто битва не на жизнь, а на смерть. Понимаешь? Да. Я перешел на ты, потому что все-таки ты мой противник злостный. Хорошо. Ну, противников я всегда уважаю, понимаешь? Спасибо. Да я не понимаю, где патроны взять. Ты не знаешь, где брать патроны? А где брать Попыт ты знал, да? Ну, там все легко. Ну, все. Сейчас возьмешь ты патроны только из себя. Я на меду. На меду? То есть ты на чем-то настоянный, правильно? Настоян на меду. Да, прям как Попыт пчела. Вот так вот. Все, ты уже можешь брать патрончики. Они примерно в тебе. В общем, я взял Акусик, а с Акусиком неравных нету. Каждый знает, что Акусик для Игоря Гуда это имбища. Так, в общем. Объясни мне, зачем тебе нужен Попыт? Я его затрейжу на смеш. На что? Сквэш. Сквэш? На скворечник, может быть? Сквэш рояль. Я понял. То есть ты хочешь его перепродать и все деньги в другую игру засадить, правильно? Да. Ну я дам на благотворительность его родителям. Ты еще и грубиян, я понял. Ну сейчас будем тебя за это наказывать. Ко мне обратился паренек и сказал, что ты развел его на Попыт. Просто наглым образом украл. Так, Попыт это же для детей. Ну так а зачем ты забрал игрушку для детей себе? Чтобы продать. Ну вот, видишь, алчные цели преследуешь. Ну, блин. В 20 веке живем. Таких нубайсиков мы наказываем обычно. Я диффузию. Ты знаешь такие слова, как диффузию? Вот и все, и больше ты не диффузишь. Кстати, как больше ты не будешь воровать Попыты у детей. Я просто на Попыт сел, и меня и каждоество. То есть ты сейчас при себе этот Попыт держишь, да? Да, я его не показываю. Слушай, а ты можешь мне этот Попыт показать? Так он у тебя в руках. Это не Попыт, это Сифор называется. Вот, Паш, похоже, ты еще и в Counter-Strike не разбираешься. Да. Так. Я тебе установил Попыт. Так, ну и где ты? Мы играем до 10, ты же помнишь? Я покупаю сквиш. Лучше покупай себе новый Попыт, потому что этого ты лишишься, он не твой. Я не понял. Ты что, просто продул этот раунд? Я в магазине-то слишком большие цены. Ай, еще и убила. Ну ты нубасик. Как такой нубасик мог украсть Попыт? Вот скажи. Я же не нубасик в реальной жизни. А, то есть то, что ты украл, это означает, что ты не нубасик, да? Да. Так, ты вообще играть будешь, или ты мне просто хочешь его на халяву отдать? Я понимаю, конечно... Мама сказала, что я седний. Да, ну, а я докажу тебе, что ты слабый. Потому что, во-первых, ты вор. Хор. Что это у тебя такое? Да ладно. На этом сервере можно покупать щиты? Я понял, ты специально меня затащил на этот сервер, да? Я этого не ожидал, что здесь есть щиты. А я не ждал, что за Попыт будет такое сопротивление. Ты уже готов отдать его? Просто, понимаешь, парень обратился ко мне и сказал, что наглым образом украин его Попыт. Мама давала ему деньги на обеды, он экономил и купил его себе. Надо было кушать. За 300 бакс. Вот, будет обеды пропускать, потом язва желудка будет. Так, дай мне вот самое главное объясни. Опа. Ты же понимаешь, что сейчас будет, будешь минус? Да. Здоровичком. Ты играешь с дробовичком? Вот так вот. Игорь! Какой я тебе, Игорь? Ты меня не знаешь. Откуда знаешь, что я, Игорь? Так у тебя в неке написано. У меня написано секси пупок. Ладно, пупок, извини. Вот так вот. Короче, давай мы на этом закончим, то есть ты признаешь поражение и вернешь мальчугану поп-ит. Ну блин, а он сможет что-то предложить взамен? Он тебе ничего не должен взамен предлагать, потому что это его поп-ит. О нем не написано? Давай за него трейдит с тобой, буду я. Как хорошо. Добавляй. Нет, мы будем трейдить сейчас чуть попозже. Ладно. Так, ну ты где? Играем до десяти. Осталось три кила для меня. Что за это бред? Ну я не могу тут убивать. А, как попыты воровать ты можешь, да? Ну это же легче. Я слышал через твои наушники свои выстрелы. Кажется, ты где-то здесь. Попробуй просканить. Не, я не читер, чтобы сканить. А это ульта Блэдхаунда. Ну только что ты сейчас матюкнулся. Или ты чихнул? Будь здоров. Блэдхантер вообще-то это персонаж из CSGO. Будь здоров. Еще раз ты чихнул. Я надеюсь, ты не бежишь за мной. Потому что если бы ты бежал за мной, смерть уступила бы быстрее. Извините меня, вы понимаете, на что я вас, ну, даже в полку введи ногу. Ты сам вызвал меня на этот поединок, правильно? Да, получается, что так. Ну вот. Значит, на запас детства нужно отвечать. За мной будет и победа, и попыт. Не подресчитал свои силы, конечно. То есть, понимаешь, у тебя не будет ни симпл димпа, ни, в общем, ни попыт, ничего не будет. Зато у меня есть старинян. Кто есть? Кореянка? Да. Да, киянка. Такая деревянная. Так, и что вы собираетесь с этой киянкой делать, малой человек? Ну, я ей там стулья чиню. То есть вы на технологии самый лучший парень, да? Получается, что так. Кто это там стреляет? По звуку я слышал, что это было юмпа. Извините меня, почему по вам урон не идет? Вообще-то у меня осталось 30 хп. 30 хрена у тебя осталось. Я слышал, ты где-то сейчас стрелял. Да у меня мышка зависла, но она стреляет. А мне кажется, ты только что спалился. У меня 0 патрон, Игорь. Хорошо, мы сразимся на пистолетах. Доставайте пистолет, молодой человек, и сыграйте этот раунд с честью. Слишком слабые выстрелы. На меня такие не действуют. Ух ты, почти. Ух да! Сюда, лоха! Сюда! Так, попыт сюда. Тогда по правилам попытка мы должны что-нибудь отрейдить. Ну давай тогда вот здесь присядем, где посветлее. Давай. Ну давай, присядь. Там бутылочка. Вот, попал в нее. В общем, что ты можешь мне предложить? Вот эту голограмму. Нет, мне нужен попыт. Ну он такой радужный, тут вот и зеленые, и красные цвета. Во, вот этот попыт мне нужен. На него можно нажимать, и он в форме ракеты. Так, клади его сюда. Я даю тебе за этот попыт. За этот попыт, вот это даю тебе. Да у меня же есть такой, вот слева. Так, тогда я даю за попыт вот это вот оружие. У тебя есть 15 секунд. Вот это оружие даю за попыт. Да, я согласен. Хорошо, все, меняемся. Я убила. Это ты все построил, злой школьник. Плюс клади шагула. Ты он выпал, это тебе не игра, это жизнь. Короче, смотри. Я отдаю этому пареньку попыт, и ты больше не воруешь ни у кого. Ни попыт, ни симплы димплы. Мы договорились. Иначе я приду за тобой. И 10-0 повторится. А если я еще раз это сделаю? Тогда будет еще раз 10-0. Я расскажу всем в твоем классе, что ты слил какому-то Нубасику. Да. Все, я разыгрался. Какой разыгрался? Все, попыт у меня в кармане. Писю на тебя в кармане. Все, давай, школьник, в общем. Блин, ладно, давайте. В общем, как вы могли заметить, Отец с Counter-Strike с честью забрал попыт у этого школьника и вернул его законному владельцу. Спасибо, Отец с Counter-Strike, теперь я снова попытер. Виталий даже сообщение быстро записал, потому что ему не терпится поиграть в попыт. Ладно, войны. Игорь Гуд был на связи, мы сделали доброе дело. Не забудь поставить лайк, если тебе понравился ролик, а также написать какой-нибудь креативный комментарий. И не воруй чужие попыты, иначе Отец с Counter-Strike придет за тобой. Увидимся на новом видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok